Ну вот, друзья, вторая часть моего видео о нашей регате на острове Айла Уайт. Я включила камеру, не смогла вам не включить опять. Первую часть посмотрели. А вот вторая. Это вот эти лодки, которые шли. Вы знаете, сколько времени прошло, друзья? Полтора часа. Вот полтора часа прошло, и вот они только-только. Вот подошли. Так медленно идут они. И посмотрите, сколько их много. Они мне напоминают зубы дракона. Вы знаете, вот эти вот белые паруса. Но, по-моему, это уже все-таки окончание. Вот сейчас у нас половина шестого. Половина шестого. Если учесть, что они стартовали в 8 часов или в 9 утра. Точно не знаю. Я вам все-все-все в описании и в первой части напишу, друзья. Все, что узнаю. Сколько было этих яхт. Сколько было участников. Откуда как. Даже, наверное, карту вам постараюсь показать. Вот. Все напишу в описании. Потому что сейчас я к своему стыду абсолютно не готова вам сказать. Единственное, что я забыла еще, что я вас поздравляю, друзья. С днем Ивана Купалы. Очень грандиозный праздник. Я знаю, что тоже празднуется у нас. Через костры прыгают всякое разное. А вот здесь, вы знаете... Ой. Вот вы знаете, друзья. Я ничего не вижу. То, что я вам снимаю. Настолько яркое солнце. Я просто пытаюсь как-то понять, что я держу горизонт. Но не уверена. Может быть выше, может быть ниже. Вот. Так что вот это вот оставшаяся уже вот такая вот часть этого огромного праздника. Регаты, которую я ожидала в июне. Но которая случилась у нас только вот на день Ивана Купалы, на 7 июля, друзья. Значит, все в описании напишу вам. Поздравляю вас, еще раз говорю, с этим великим праздником. А еще вы знаете, что вот день у нас вот такой, как сегодня, здесь, в Англии, я еще ни разу не видела за все 8 лет здесь, как я проживаю. Вот я ни разу не видела такого дня, сказать вам по правде. Вы знаете, это что-то невообразимое. Потому что, во-первых, вот 30 градусов с утра. Во-вторых, он так и стоит, 30 градусов. И не больше, и не меньше весь день. И весь день солнце вовсю греет. И вы знаете, вода, друзья, вы не поверите. Сейчас покажу вам немножко. Опять не вижу я ничего, что я вам показываю. Ну вот посмотрите, какая прозрачная вода. Вы видите? И это ведь она вот болтается. Это прилив вот у нас пришел. Вот она здесь, эта вода. Все еще прибывает. Вот она тут болтается вроде как немножко. Но водоросли только те, которые растут. Ну, вы видите, какая прозрачная вода, друзья? Я поверить не могу. И главное, что она везде такая. Это раз. А во-вторых, она просто кипяток. Это вот то, что... Вот посмотрите, люди... Вот если вы обратите внимание, вот все заходят и садятся. Потому что это просто, вы знаете, как будто ты в сауне сидишь. Вот в джакузи в горячем. Вот такое. Она еще же и обдает тебя волнами. И вот там вдалеке, если вы видите, какое огромное количество купающихся сегодня у нас... Обычно у меня все спрашивали, почему люди не купаются. Вот потому что вода холодная была. А сегодня, друзья, она у нас, по-моему, 26 или 27. Я не знаю, конечно, я не градусник, но вот я стою... Я тоже вот... Вот как вот эти вот все люди, которые вот здесь вот болтыхаются. Я точно так же целый час сейчас... Я просто лежала пузом кверху на этой воде. Просто лежала. Ой, вы знаете, это фантастика какая-то. Вот эта горячая вода, непередаваемая соленая морская, она горячая. А почему она горячая? Вы понимаете же, да? Или я вам рассказываю, так сказать, параллельно. А вы же еще смотрите на... Все-таки на регату, друзья. Вот. Так вот это чистая, чистейшая, морская, соленая, горячая вода. Вот эти ванны. Как их не принимать? Вот люди вот так вот все торчат часами. Вот сядут и торчат. Потому что в воде, я имею в виду. Вот. И там тоже группа болтых. Вот они уже давным-давно там. Вот. И вот там вот, видите, тоже все сидят. И вот там все сидят, если вам видно. Это же мелко здесь. Здесь по колено. Боробью. Вот просто именно вот здесь, на мелководье, она идет, эта вода, и она становится горячей. И самое интересное, вот знаете, когда просто, допустим, в реке вы заходите, то как вода? Она сверху нагревается солнцем, она сверху обычно холодная, то есть теплая. А внизу ноги опускаешь, там прям горячущая. Ой, да господи, что со мной такое? Перегрелась на солнце. Она холодная внизу, а вверху она теплая, потому что солнце греет. А здесь наоборот, понимаете? Вот она внизу теплее, чем она наверху. Вот когда она идет, вот сейчас прилив, да? И она же что? Она по вот этому горячему песку, эта вода скользит. И в связи с тем, что вот здесь мелко, и эта вода, пока она поступает сюда, по песку, песок горячущий. Она нагревается, ну вот просто как на горячей сковородке. Налейте воды, она сразу у вас нагрелась. Так и здесь. Она нагревается просто неимоверно, потому что целый день солнце вовсю. А вот видите, прилив все еще есть. Вот видите, вот эти вот волны? Тоже очень странно, кстати. Вот они, они ниоткуда. Вот они вот так вот. Это прилив. Вот сначала как спокойно-спокойно, потом вдруг несколько вот таких вот больших волн. Вот видите, вот такой прилив. Вон еще одна. Вот такой прилив. Вот. А вот там, друзья, если вы посмотрите вдаль, посмотрите, как он быстро идет. Это опять наш очередной лайнер. Вот. Каждый день, где-то, наверное, между четырьмя и пятью часами несколько лайнеров. Вот они идут. Они идут. Это круизные лайнеры, огромные, 15-ти палубные, 14-ти палубные, 12-ти палубные. Их очень много. Я даже все названия и не знаю. Я знаю Квин Мэри, Квин Элизабет, потом вот этот Индепендент Док Зе Си, на котором я путешествовала. Вот они, ну и еще там их очень много. Вон, смотрите, вдалеке. Вот там вот, видите, еще один огромный лайнер. И вот этот. Он идет сзади этих парусников. И видите, как он быстро идет. Вот парусники так вообще практически стоят на его фоне. Ой, буду рада, если вам видно. Я могу даже, наверное, горизонт-то потерять. Как тут показывать-то вам. Вот. И вот он идет, друзья. Сейчас он идет из Саус-Хэмптона, потому что Саус-Хэмптон у нас с левой стороны, на западе нашего острова. Вот. Вот он сейчас идет через наш пролив Соланд из Саус-Хэмптона, потому что другого пути там нет. И вот он пошел, 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 пошел. И он пошел в Европу и туда. Выходит в пролив Ла-Манш, English Channel. И пошел. То есть они все вот эти вот лайнеры и все пароходы, которые идут из Англии куда-то дальше, в другие места, в Европу, в частности, они все идут через наш пролив Соланд. Их очень тут много. Тоже, возможно, видели, когда я вам показывала. Ну и вот там еще один на горизонте. Вот так, друзья. Ну это как бы такая коротенько вторая часть моего видео о регате, который я рассказала в общем обо всем и о сегодняшнем чудесном дне, который я поверить не могу. Это горячущая вода. Дай бог, чтобы это у нас продержалось как можно дольше, такая погода. Я, несмотря на то, что я работаю, но у меня частично занятость. Поэтому я уже свободна после двух часов буду бежать на пляж и буду ловить каждый такой прекрасный день. Вот, друзья. Ну, а с вами я прощаюсь. Ставьте лайки. Обещаю вам, что такие вещи больше со мной не случатся, что я постараюсь держать руку на пульсе. И Каус Вик неделю я вам обязательно покажу и не пропущу. Ну и другие всякие разные концерты. Мы, кстати, купили билеты. На следующей неделе мы идем на какой-то рок-фестиваль. И я вам тоже сниму это мероприятие. Все. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписался, друзья, ставьте лайки. Все будет у нас интереснее и интереснее впереди. Я вас люблю. Всего вам доброго. Удачи. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»